Месси в ПСЖ То есть наравне с предыдущим сезоном ПСЖ И наравне с первыми сезонами за Барселону Когда он был совсем ребенком Для любого другого футболиста это выдающиеся показатели Но для Месси это вот так получается Как оценить эти два года? Мне кажется, они достаточно предсказуемые с точки зрения влияния на команду Но в то же время достаточно интересные с точки зрения индивидуальных деталей То есть если мы говорим с точки зрения влияния на команду То что мы видим у ПСЖ Что дал Месси ПСЖ? Он дал команде Когда играл, понятное дело В первый сезон так получилось, что он играл меньше, чем мы от него привыкли Один вообще из плюсов Месси это постоянная доступность Я сейчас говорю не про открывание на футбольном поле А про то, что он всегда готов играть Вот много-много сезонов подряд в Барселоне было То, что у него там запредельное количество просто сыгранных минут А у него есть сестра? У него... Не помню такого персонажа У него много детей Может быть этот персонаж еще не открыт Может быть это так бывает, что не знаешь, не знаешь А потом оказывается новый персонаж Да, но он доступен действительно очень часто Это здорово В Барселоне так было всегда В ПСЖ с этим были некоторые проблемы Во второй, до чемпионата мира проблем не было После чемпионата мира некоторые все-таки появились А иногда он просто был недоступен Потому что ругался с клубом В другой стороне находился Да, в другой стороне находился Ну, недоступен для тренировки в таком случае уже надо уточнить Но в целом, если мы берем именно влияние на команду То Месси дал команде то В широком смысле дал команде то, что ожидалось То есть это пассажир без мяча И это креативный гений Или может быть даже просто гений Но просто, если уходить уже в детали его роли То упор в сторону креативности в ПСЖ проявился больше, чем ранее Раньше он в этом отношении был более сбалансированным гением Но в любом случае гений с мячом И пассажир без мяча И вот, нате, решайте эту задачку Адаптируйтесь И дальше все зависит от того Кто как адаптируется На каком-то этапе лучше получалось Вот начало сезона под рукосом Галтье Наверное, лучше периода На каком-то этапе сезона хуже это получалось Но, в принципе, если ты берешь Месси То ты должен примерно что-то такого ожидать И в этом отношении, я думаю, Месси и не показал чего-то сверх Но в то же время и не разочаровал Причем я... По второму сезону, мне кажется, что оценки более-менее у всех Кто смотрел пассажиры одинаковые Но я считаю первый сезон Месси Немножко недооцененным Там он получил слишком много критики Но при этом креативные показатели были просто невероятными Количество голов было таким низким В первую очередь из-за того, что какое-то аномальное количество попаданий в каркас ворот у него было И по его меркам редкий случай, когда не лучшая реализация Но если мы смотрим на перформанс, а не на такие волатильные величины Тогда у Месси даже в первый сезон был в порядке Уж точно в порядке по своим традиционным метрикам Тем, через которые он влияет на игру Ну и в то же время, то, что с ним идет багажом в комплекте, тоже присутствовало Нетрадиционная до метрика Вкратце, ликбез Прогрессив пассас Что это? Продвигающие передачи Это понятно, но... Это достаточно, все понимают, да? По продвигающим передачам Месси из пятерки ведущих чемпионатов Пятый, если брать именно выступления игроков внутри своих лиг Не берем кубки и еврокубки То Месси пятый Назовешь, кто выше него? Хотя бы двух из четырех Будешь угадать? Кросс Кросс Сто процентов выше У Месси 300 прогрессив пассас за чемпионат Франции в этом сезоне Двух называют Кросс и Кимми Это легко Кросс и Кимми Это легко, действительно, это два Но если ты назовешь третьего, то тогда это все Это пятерка с плюсом практически Не, ну пятерка из четырех назовешь Ну тут По одному ты вряд ли Есть варианты Вообще, если бы не было Месси, то там мог быть вполне Верати Но сам Месси отбирает Верати где-то в десятке Отбирает и Верати Но по своим данным, по своему типажу, конечно Верати там должен быть И я думаю, будет, если так получится, что он будет играть за команду Это что такое? Даже я так не списывал на экзамен В лоб просто Это что такое? Это рефлекс Что происходит? Короче, ладно Ван де Бомен Я просто думаю про двигающих передач И рефлектор до рука посвянулась посмотреть Ван де Бомен на первом месте Из Тулузы, да И Андре из Лили Они выше Месси Но тут интересно Тут интересно другое В топ-50 нет ни одного нападающего Ну или приближенного к позиции Леонеля Месси Только полузащитники И там в топ-20 еще 3,5 защитника Трипьеру, Бен Уайт, Ди Лоренце И Гросс Вот поэтому 3,5 Ближайший по позиции к Месси игрок по продвигающим передачам Это Флориан Сатака Но он играл там часть Чуть ли не правым латералем За Ланс в этом сезоне У него 64 место по продвигающим передачам Но если брать чисто нападающих То это Харикин 77 место То есть Месси настолько Играя при этом в атаке Настолько в этом превосходит всех остальных К чему это я? К вопросу, который... Ну это не только вызывает восхищение Это как бы подчеркивает фигуру Месси И на одном из стримов Когда ПСЖ сыграл мальчик без Месси Мы это разбирали Это как бы подчеркивает Это то, что Когда он опускается Он грандиозен Это как бы еще один маркер его величия Он может продвигать на таком уровне Но в то же время То, что он продвигается Не факт, что это... То, что он опускается Не факт, что это на пользу идет ПСЖ Опять же, как я уже сказал Такую простую формуровку использования Он как бы отъедает эти передачи у Верати Который тоже их мог бы сделать А что было бы, если бы Верати делал эти передачи? Он бы делал их вперед Потому что это продвигающие передачи И там был бы плюс один игрок Месси И, наверное, этот плюс один игрок Месси Не полное дерево И он мог бы принести какую-то пользу в этой зоне Но вот ему комфортней Во всех стадиях построения атаки участвовать И еще тут... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok